Индивидуальные творческие проекты самарских артистов набирают обороты и становятся все более популярными. Вот и еще три девицы не удержались и объединились в спектакле «Металлолом». Здравствуйте, с вами Мариана Мирная, вы смотрите программу «Город Эс». В гостях сегодня такой клондайк просто прекрасных женщин Аллы Винадьевны Коровкина, Алла Винадьевна постановщик и сценарист этого спектакля. Драматург. Драматург, все в целом и целиком. Ну и, соответственно, актрисы этого спектакля Надежда Попова, Татьяна Коровина, Анастасия Ерминовна. Здрасте всем. Здравствуйте. Девочки, ну даже не знаю, с кого начать, вас много и вы такие все вот молодцы, что вы объединились. Что вдруг-то объединились? Вам мало было чего-то? Вам захотелось еще и вместе? Или как? Откуда есть пошла земля русская? На меня не смотри, пусть отвечают девицы. Девицы. Ну? Я могу сказать, как я попала в этот проект, я попала совершенно, мне кажется, внезапно, вот, потому что до этого Алла Винадьевна делала читку этой пьесы, вот, и в ней участвуют как раз девчонки. На мой персонаж изначально была назначена другая девочка, но так получилось, что когда взяли пьесу именно в постановку, не совпало, по графикам ли, или как бы по другим причинам. И мне предложили эту пьесу. И так совпало, что я когда прочитала, я поняла, что это то, что я хочу на данный момент. Вот просто совпадение, чудо, не знаю что. Но действительно, я поняла, что я вот в этом материале я хочу участвовать, и слава богу, так все и произошло. Ну, вот такое объединение. Вот смотрите, есть же такая вещь, как партнерство, да, в актерской профессии, в актерской среде. Когда ты долго работаешь с какими-то партнерами, есть же такие прям вот дуэты, да, очень часто, и у нас в театрах встречаются. Насколько часто работали вы раньше вместе, да, сталкивались ли часто вы на сцене, и насколько у вас эта работа, ну, пошла, так скажем, да, то есть услышали вы, почувствовали друг друга. Ну, с Надей вообще, я лично с ней первый раз работаю, с Таней мы однокурсники, поэтому мы легко и просто нашли общий язык. А с Надей, ну, настолько видно, то ли материал, то ли сама атмосфера, то ли того, что мы все горели самим материалом и хотели это сделать. Я скорее спешила уже на репетиции по ночам, знала, что сегодня, ага, вот репетиция, скорее, 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 там надо что-то придумать. И мы приходили, так, все, у всех глаз горит, так, че-че-че. То есть вот эта атмосфера, ну, вообще ни с чем не передаваемая. И такого настоящего очень давно не было, и вот, наверное, за этим и спешу. С Надей мы практически познакомились, вот именно работая в этом спектакле. Сидя в одной гримёрке, да. Сидели в театре в одной гримёрке, а познакомились вот именно работая здесь, потому что как-то, ну, совершенно не общались. А тут оказалось, что и человек чудный и замечательный, и артистка потрясающая. И как-то она так легко и просто влилась в наш коллектив уже с Настей. Мы тут уже, как бы, да, свои. А Надя прям хоп, и тоже своя сразу стала. Хочу добавить, Марьяна, по поводу Нади. Так она скоропалительно сказала, была назначена другая актриса на читку. Никто, конечно, никого не назначал. Но поскольку пьеса, ну, даже смешно об этом говорить, я недаром сказала, что я не сценарист, а драматург. Вдруг на старости лет я попала в эту кагурту драматургов, написав пьесу, которую вдруг вот так, вдруг вот так, там, в одном конкурсе, в другом конкурсе, её поставили в Питере. Вот. И читка была, в общем-то, шутя. И, ну, попросили вот, ну, как бы девочки, поскольку они мои ученицы, я им сказала, ну, помогите, надо, вот, просят, чтобы сделать эту читку в рамках конкурса. Вот. И была замечательная ещё одна актриса, которая тоже как-то с нами где-то пересекалась. Она у них там была педагогом. Мы её позвали. То есть никто никого не назначал. И когда читка-то прошла, и те там 30 человек, которые были на этой читке, они, значит, там, хлопали, плакали, смеялись и говорили, как всё это здорово. А потом, когда в Питере поставили спектакль, и мы съездили, посмотрели премьеру, и увидели это столпотворение, которое рвётся на этот спектакль, да, и как бы как там всё это принимается. А в Питере где поставили? В Питере, это очень интересная история, в Питере поставили в Тюзи Брянцева на малой сцене, но он идёт в рамках, это дипломная работа, такая есть чудная режиссёр, выпускница Фельстинского, она сейчас такая является, ну, такой из молодой режиссуры, Ксения Богинская, которая, Евгения Богинская, которая, значит, вот как дипломный спектакль с дипломниками курса Ларисы Грачёвой, с которыми, ну, понятно, Фельстинский, Грачёва, те люди, которые как бы дали мне вот такую путёвку в жизнь в качестве педагога, ну, и вообще как бы открыли театр по-новому. Вот. И когда мы съездили, посмотрели, они приехали, говорят, как это так, там идёт, а вы вроде наша, и пьеса тогда получается наша, и читку мы уже делали, а у нас есть, да, и вот и стали гадать, значит, кого же нам третий, потому что, ну, вот то, о чём ты говоришь, атмосфера репетиции, или, ну, как бы сказать, сейчас вообще уходит, вот, хорошее понятие коммунальности, вот оно уходит от нас, потому что как-то каждый сам по себе, там, и в театрах, там, ну, вот, и вот этот вот процесс, когда артисты рвутся на репетицию и любят друг друга, он очень важен, потому что только тогда может родиться что-то настоящее, что мне тебе рассказывать, ты сама всё это прекрасно знаешь, у меня и родителей такие же несчастные. Ещё такой вопрос, вот смотрите, говорят, что, ну, и, наверное, каждый на себе когда-то испытывал, что женский коллектив, ну, тяжело иногда бывает в женском коллективе, что-то там, помаду не поделили, ещё там что-то. Как, вот, Алла Винатина, наверное, к вам вопрос, как вот так вот держать в узде вот этих вот молодых и эмоциональных, чтобы не возникало ни конфликтных ситуаций, чтобы обид никаких не было друг на друга, потому что всё равно, девочки, мы же девочки, мы же странно мыслим иногда, всё-таки бывает. Не, ну, а что греха таить, ну, всякое бывает. Девочки, женщина, она уникальное создание. Марьяна, я вот начала, как бы, говорить и закончу, и эту тему я на ней, как бы, я живу сейчас с этой темой, и у меня есть подтверждение этому. Когда какая-либо работа, любая, творческая, нетворческая, делается с любовью, когда она нравится, можно пережить всё. И почему, вот я продолжаю, почему возникла Надя? Потому что сели и все вместе сказали, ну, вот кого позовём, кто с нами, кто нам вот. И как-то девочки обе, а давайте Надю, а давайте Надю. И действительно мы её, и я с Надей не говорю, я знаю, ну, Надя артистка хорошая, ходит в театр, нам что-то играет. Но, ну, тут я не знаю, это не то, что там, хотя бы похвастаться, в общем, и тогда это самое неплохо. Давайте хвастаться, у нас можно хвастаться. Да, да. Наверное, это недаром говорят. Наверное, тот материал, который они прочли, и ведь роли я не распределяла. Я дала им пьесу и говорю, выбирайте, кто кого хочет играть. Честно, вот так бы в театре, да? В театре, да, кто кого хочет играть. И все были главными. А для меня это очень важно, потому что вот это тема, на которой я сижу. Артист, мне кажется, сегодня, если говорить серьёзно, сегодня он не имеет права выходить на сцену с какой-то ролью, ну, я там не беру какие-то массовки эпизодические, да, но вот с какой-то главной ролью, если он сам, как человек, это в себе не несёт, это не пропагандирует, если это не его жизненная тема. Мы сейчас в дефиците личностей. Вот их так много, а вот личности, в которых... И это очень важно. Поэтому они каждые выбрали себе роль по той теме, которая их волнует. Настя выбрала актрису, которая любит, у которой там страсти, которая вот что-то там решает, она постоянно отвечает на вопрос, зачем, зачем, зачем. Вероятно, Настя в тот момент была тоже в этой атмосфере. А зачем? Для чего? А что дальше? Ей это близко. Они никто не спорили. Таня, у неё была своя история на тот момент, она выбрала себе маляршу с определённой темой, которая... человек, который с какими-то там достижениями, достижениями, образованиями, успех, который всю жизнь потратил на достижение какого-то роста своего, в результате всяческих обстоятельств жизни, оказался в самом низу. И когда Надя прочла, то же самое. Мы ей сказали, вот ты... И она пришла и говорит, а мне другую не хочу. Я хочу играть эту училку, потому что... Ну, Надя стала мамой, вероятно. Это очень... как бы она... Это другая, да, история. И вот это... там есть замечательный... Замечательный... у Нади замечательный есть текст, который она... Я всегда плачу. Вот, знаете, сама написала, Надя читает, неужели... Неужели... Это очень хорошо. Когда она вдруг говорит, а детей воспитываете, учите, кормите, обываете, а любить вы их не пробовали? Вот времени нет на то, чтобы обывать, одевать, а просто... а им так этого нужно. Бич современной жизни. Насколько я понимаю, там есть в пьесе отсылка к какому-то советскому, да? Ну, вот к чему-то советскому... Ты пионер. Есть, там есть. Но мы все время говорим о том, что, кстати, в Питере, что там такие дебаты по этому поводу среди, там, критиков зрителей, она вне времени. Ведь человек существует. Ну, я из времени того советского пионерия. У меня, может, это уже старческий маразм, но, правда, не ощущаю совершенно себя, что я вот там немного-много лет, и мне тоже хочется надеть шортики, маечки. Много-много юбилей, передать, пожалуйста, стандартный набор. Да-да-да, шортики, маечки, да. Как-то хвостики, да, иногда так. Вот. Поэтому отчек он остается. Как я в то время любила, страдала, и там по поводу профессии переживала, и все. Так и они те же самые. Поэтому какая разница? Она играет про пионера, а следующая девочка говорит там про ашановские пакеты. Это все равно. Ну, и это и цель, это не просто там где-то я аж, это была такая цель. Женщина, она не меняется со времен, наверное, Евы. Конечно. Она и дальше будет, и все эти в космос, мы сейчас открыли там какие-то новые возможности космические, а женщина останется женщиной, тем более вот такие. Хочется еще вот что спросить. Вот смотрите, немногие еще, сколько всего спектакля, кстати, прошло? Здесь мы сыграли три, да? Мало еще совсем, да, то есть совсем прям юный-юный спектакль получается. Еще, ну, меньшая часть, наверное, города зрителей, театралов посетила, поэтому очень мало человек. Вот металлолом, название, интригует сразу, вот точно, интригует сразу, что такое, почему металлолом, какой это металлолом. Металлолом, я понимаю, что это есть аллегория, метафора в этом, да, своеобразная. Что туда вкладывается? Вот, девчонки, наверное, к вам вопрос. С удовольствием, мы с удовольствием. Все далее, Адаша. Неожиданно. Не, да, да, да. Попробуйте нараспец хоть. Ну, чуть-чуть. Ну, металлолом, металлолом души, да, металлолом... Человеческих душ, да. Да, это то, через что даже вот как нас жизнь куда кидает, настолько, что вот этот скрежет, мы должны этот скрежет вдруг пройти, для того, чтобы, может быть, из-за того, отчищения, переплавление в новую стадию. Например, понимание каких-то человеческих ценностей, того самого основного, как мы живем, для чего мы живем, для чего мы живем. Ну, наверное, зрители, которые посмотрели уже, они с вами как-то общаются потом, спасибо, наверное, да, говорят. Вот это самое главное. Вот что они говорят? Они говорят, что там глаза на что-то открылись, поняли что-то, да, то есть какое-то все равно спектаклям артисты, вы же доносите до нас какую-то важную ценную информацию, кто уж там что понял, не понял, это наша беда, а вы-то доносите. Мне вот, кстати, кажется, что самое главное, что происходит в этом спектакле, это разговор со зрителем. Вот если бы его можно было определить, наверное, я не знаю, как жанр, как таковой, вот, то это разговор со зрителем. Как такового его происходит. Вторая часть после антракта, да, получается. Мы играли в спектакль, потом у нас небольшой антракт, люди сидят, вот мы три отыграли, люди сидят, нас ждут, потому что они переполнены, потому что им хочется поговорить, им хочется там как-то они наплакались в спектакле, насмеялись. Плачут, да, вы же смотрите, вы же смотрите каждый спектакль. Да, плачут. Мы тут недавно играли, и девочка, девочка-барменша, она там, ну, поскольку мы играем как бы в клубах, вот, и там стоечка бара была, и она из-за своей стойки смотрела, и, значит, потом говорит, я так плакала, а я говорю, ой, как я рада! И она смотрит на меня, как на иезуита, и говорит, я прям обревела, я говорю, а я прям счастлива, как хорошо! Сами плакали? Или во время репетиции? За кулисами стоим, она на сцене, а мы там ба-а-а! Мы все слышим, мы же тоже присутствуем, грубо говоря, на сцене, и мы каждый раз, ага, вот сейчас она произносит слово, все. У нас переживание такое, да, конечно. И когда после спектакля подходят люди, для меня очень трепетно, конечно, когда именно с театра кто-то из знакомых, близких которые всегда говорят правду, и когда они после спектакля, я очень сильно волновалась, подходили и говорили, мне так понравилось, и это так здорово, вот бы тоже в таком посуществовать, вот, потому что, ну, пока нет такой возможности именно существования вот со зрителем, вот так, вот ты один на сцене, и вот какой ты, ты не можешь не спрятаться нигде, и это вот не передавание. Слушайте, ну вот артисты, вы же одни из тех немногих сумасшедших в хорошем смысле людей, которые, да, готовы, то есть пошли поработали на основной работе, да, там, все, спектакль сыграли, там, в 9, в 10 вечера он закончился, а к 11 я бегу еще порепетировать, потому что мне там по душе хочется, да, вот так вот это было. У вас же все равно, у вас же не отпускал никто с основной работой и с основной деятельностью. Это же прям ночами, да, все по-честному. И ночами, да, 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 конечно. Более того, сами декорации, сами костюмы. Вот, декорации, костюмы тоже рассказывайте, потому что я, к сожалению, еще не посетила, хотя очень хочется, и как только позовете, сразу приду. Вот, а что это за декорации, кто их делал, да, вот совместными усилиями как-то вот из дома кто-то нес что-нибудь. У нас все очень, как бы, минимализм такой, да, но это все говорит за себя. Не рассказывай. У нас необычные декорации. Да, у нас декорации, которые можно увезти на машине Татьяны. Очень легко, то есть мобильно. Вот, да, я помогаю Таню по возможности, вот, загружаем, приезжаем, ставим, отыграли, сложили, уехали, все очень мобильно, и это так прекрасно, что ты не привязан никаким. Слушайте, а какой-то формат конкурса предполагается, то есть куда-то съездить, на какой-то там конкурс, там, не знаю, малых форм или чего-то еще? Так это не то, что предполагается, это, знаешь ли, такая мечта, но как бы существуют же какие-то, мы, если честно, мы вот так существуем в пространстве, как те вот эти ракеты, эти планеты, которые открывают, поэтому, ну, наверное, надо на какой-то бы конкурс, на какой-то вот там, нас звали, наши же друзья там из Питера, говорят, приезжайте, мы вот вам дадим площадку, сыграйте, приезжайте. Наверное, ну, наверное, надо. Как-то мы же не, ну, как сказать, мы просто объединение, вот объединились артисты, сделали спектакль, то есть мы, спектакль наша собственность, вот если говорить сегодня. Это продукт. Вот это уже не советское время, это уже наша собственность. Да, но поскольку как бы автор, вот он присутствует, поэтому Рао никаких претензий к нам не имеет, мы что хотим, вот они когда репетировали, говорят, а можно я вот тут так скажу? Я говорю, автор разрешает, можно. Вот, поэтому, значит, это все. Конечно бы хотелось съездить, потому что, ну, как сказать, даже вот мы сыграли три спектакля, и мы, ну, мы же на малых площадках, и мы как бы специально это делаем, потому что все, что мы не делаем, мы говорим, что это должно быть с глазу на глаз. Зритель должен сидеть и видеть каждый мускул, каждую вот мышцу на лице актера, и как бы попадать в это поле энергетическое, которое уж больше-меньше попадает туда. Вот, поэтому сыграли три, но на каждом спектакле у нас было там порядка 50 человек. Сейчас все эти люди, значит, там, своих друзей, они тоже ждутся. Сарафанное радио, да? Да-да-да, мы хотим, чтобы тоже посмотрели, кто-то по второму разу приходил. Конечно бы хотелось, но я хочу сказать, ой, я хочу сказать, что с этим спектаклем, да, знаешь, очень интересно, вот мы привыкли ругать Самару нашу, ой, там у нас вот все спящие, все там никому ничего не нужно, ну, привыкли, ну, что грехотать, ну, мы любим это вот. И вдруг выясняется, что очень много людей, которые бескорыстно, спасибо им большое, вот спасибо, рекламы нельзя, но так можно, они знают, кого имеют, бескорыстно, хотят нам помочь. Какие-то площадки, вот у нас сейчас, вот прям похвастаюсь, прям вот несколько очень солидных площадок, которые на сегодня, вот прям буквально с утра, у меня перед передачей был разговор, они даже как-то борются за нас, вот они как бы переманивают. Ну, так вы сегодня к одним, завтра к другим. Да, ну, конечно, хотелось бы, ну, как-то выбрать хорошую площадку, и людям, наверное, проще, если они будут знать, что мы базируемся, но мы такие пилигримы, мы как бы прыгаем с одного места на другое, потому что хочется, чтобы увидели. Пока вспомнил, для наших зрителей важная очень информация, следите внимательно за нашей группой ВКонтакте, там будет розыгрыш производиться, два пригласительных по два лица, каждый на спектакль «Металлолом», который пройдет 16 марта, где и во сколько, да, мы уточняем эту информацию, но точно совершенно 16 марта, можно будет в розыгрыше выиграть два пригласительных по два лица, так что заходите в социальные сети, в группу ВКонтакте, внимательно следите за конкурсом. Да, группа ВКонтакте, у нас есть своя группа ВКонтакте, сам доктор Чеховка, где мы тоже выкладываем всю информацию, так мы объединились под таким вот названием, потому что у нас не один спектакль, там еще что-то мы пытаемся делать, вот, поэтому мы все там пишем. Так что всю информацию, да, заходите, пожалуйста, смотрите, и можно будет выиграть. Ждете в гости-то, да, вот тех, кто выиграет? Конечно. Конечно. Причем я хочу сказать тем, кто выиграет, как бы ваши билеты будут отличаться от билетов всех остальных людей. То есть, если вы помашете нам из зала своими билетами, мы поймем, что это вы те, которые выиграли, вот, и мы обязательно с вами персонально поздороваемся, зададим вам наши вопросы и позволим вам сказать нам свои впечатления. Еще с вашими билетами вот в эту камеру, пожалуйста, да, обращайтесь. Да, хорошо. Значит, какой еще хочется вопрос поднять? Все-таки начали говорить девочки, так плавно ушли. По поводу спеть. Там в конце, насколько я знаю, да, есть какая-то все-таки микропесенка. Вот. Очень хотелось бы послушать, потому что мы же должны заманить, правильно, зрителей, чтобы они видели, что не только вот красивые, прекрасные девушки на сцене играют, но они еще и поют. Да, это принципиальное было решение, чтобы еще и спели, чтобы все таланты показать? Безусловно. Нет, ну, во-первых, стихи родились в финале, когда была написана пьеса, просто вот, ну, они так, так вот возьму-ка я и напишу, просто так. Кто-то их, в Питере их не используют, там еще один был конкурс в Тольятти, там просто в восторге были, сказали пьесу все убрать, одни стихи оставить, все будет понятно. Ну, я шучу. А у нас они, они как бы, эти стихи легли на ту музыку, которая у нас, ну, как бы, такой литмотив в спектакле. Вот. И как-то лихо все это легло так. И вот мы так в финале, ну, мы позволяем себе в финале пошутить. Мы вот такие вот, да, шалим немножечко, да, у нас такая шалость. И вот на эту музыку девочки поют. Ну, спойте потихонечко. А кто-нибудь один, чтобы не разошлись, да, видите, начнет кто-нибудь? Ну, давай-то начнём. А вот так, да? Три-четыре. Поехали. Металлому Поём мы славу Металлолому Что в наших душах Любви и злобы В лихому сплаву Что душу эту нам в конец Разрушит Здесь же всё-таки есть некий, да, такой юмористический пафос, да, вот этих строчек. Люди, ну, смеются, да, если не сказать, ржут, наверное. Там такой финал просто мощный спектакль. Они не знаю, смеются, они не слёзы теряют. Что с ними происходит, это непонятно. Они вот так сидят, наверное. Ну, когда, если вдруг увидеть, можно их лицо, да, то есть у них какое-то совершенно непонятное выражение лица, но мы ещё там действуем немножко. Это тоже такая замануха. Да, 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 да. Слушайте, ну вот понятно, что сейчас там три спектакля, это мало. Ну, есть, да, какие-то успехи. Наверное, мы можем сказать, что проект успешно, да, как-то происходит. Вот. Насчёт планов дальнейших про конкурс понятно. Всю Самару все возможные площадки объехать. Или что, чтобы все посмотрели, кого вы сами хотите там видеть. Можно я о планах скажу? Марьяна, перебью сразу. Вот планы. У меня сегодня день хвастовства. Это же прекрасно. Прекрасно. Это у нас как раз то место, где можно похвастаться, да. А там уж пусть люди разбираются. В смысле хвастовства. Приехал из Германии, из города Ульм, режиссёр театральный. Томас. Всё, фамилия выскочила. Ну, недаром же говорили, что уже всё. Немец Томас. Немец Томас. Да, да. Театральный режиссёр. Он приехал. И пришёл к нам на спектакль. Он по-русски не говорит. Спектакль идёт практически, ну, где-то час там 20, час 30, вот полтора часа. Он внимательнейшим образом отсмотрел весь этот спектакль. Девочки видели, как он смотрел. Он вышел такой, при, при, такой, он говорит, это какое-то чудо. Я всё понял. Я говорю, как он? Он говорит, я всё понял. Та энергетика, которая идёт, тот эмоциональный. Он говорит, я очень хочу, я сделаю всё, чтобы этот спектакль привезти в Германию и показать, вот, потому что спектакль о жизни, о человеке, о судьбе. И, какая разница, в России мы живём или не в России. И там эти же проблемы, эти же проблемы. И мы потом, после спектакля, мы с ним очень долго общались в одном из хороших наших ресторанов. Ну, там было несколько, как бы, человек, которые, и он сидел, он просто, он ни о чём другом не говорил. Он время от времени, значит, опять говорил, вот как вот меня, как бы, поэтому вот про планы, да, конечно бы нам хотелось, чтобы этот Томас, режиссёр, не забыл про нас. Ну, вот он уехал сейчас, он там, вот. Поэтому очень бы хотелось, конечно, свозить и показать, тем более, то, что сейчас творится в Германии, и вообще, как бы, вся эта ситуация, я думаю, что мы прямо вот, мы прямо со своим спектаклем всё-таки о добре и о родине, потому что, несмотря на то, что он называется металлолома, в скобочках, называется забабс, он всё-таки о родине, которая... каждый из нас. Здорово, полминутки остаётся буквально. Девочки, я вам желаю больших успехов. Успехов, Алла, вы знаете, вперёд, дальше пишем, ставим всё это. Я уже, мне кажется, что есть ещё порох в пороховницах, и думаю, что это не последнее. Мы же такими-то актрисами. Конечно, вот, поэтому желаю успеха и спектаклю, обязательно придём, зрители, ещё раз напоминаю, внимательно следите за розыгрышем в социальных сетях на спектакле металлолом. А с вами прощаемся, увидимся, я думаю, что мы придём к вам на спектакль, со зрителями прощаюсь до следующей пятницы, проведите выходные, используясь, с удовольствием. До встречи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова